Участие в ликвидации Чернобыльской атомной ликвидации аварии приняло более 3,5 тысячи человек. На сегодняшний день чуть более 830 человек живых осталось. Из них больше половины инвалидов. В Ульяновске неизменное место встречи ликвидаторов – клинический центр, где оказывают помощь пострадавшим от радиации. Обязательные процедуры, обследование, лечение и печаль. Сколько их останется в строю через год? К сожалению, видим рост онкологических заболеваний. Чаще всего это заболевания мужской половой сферы, мочевыводящих путей, также органов пищеварения, органов дыхания. Юрия Паутова в медцентре знают хорошо. Ветеран вооруженных сил, участник ликвидации, он был в центре катастрофы с первых дней. Нам просто сказали, там пожар происходит за народичами. Подняли в машины офицеры-прапорщики для вывоза людей. Рабочая смена 5-7 минут. Задерживаться нельзя. В воздухе летает смерть. Невидимая и узнаваемая лишь потреску счетчика Гегера. Когда кожа начала слазить, нас увезли в вороны под Киев. Ну там лечили, кожа перестала слазить. В ликвидации участвовали все республики Советского Союза. Задействовались тысячи единиц самой совершенной на тот момент техники, которая все равно выходила из строя. Но люди продолжали свой труд, от которого зависела судьба не только страны, мира. На сегодняшний день осталось 4. Мы из Ульянска ушли 10 человек. Хамид Халиулов был добровольцем. Попал в зону отчуждения в 86-м году. В его обязанности входило измерение радиационного фона. Эвакуировали с этого райпотребсоюза. То, что он запомнился, значит, зараженные машины. То есть, Жигули, Волги там были, москвичи. Понимаете, это был 86-й год. Люди стояли там по 10-15 лет, чтобы купить только машину. А это мы все на свалку, как говорится. Картины прошлого до сих пор будоражат. Это был мертвый город. Вы не представляете. Понимаете, к этому времени я уже был в Афганистане. Оттуда пришел, как говорится. Ну, опыт какой-то был. Но это было вообще... Я не могу объяснить словами. Это было так тяжело на душе. Я не думал, что у нас в Советском Союзе так может произойти. Муж Валентина Рейбант в те дни занимался ремонтом техники. Он ушел из жизни в 2017 году. Он в школе работал замдиректора. Ну, трудновоспитываемых так воспитывал. Короче, активный очень человек. Позитивный. Спортивный вообще был. Ну, и как солдат ходит, понимаете? Как танцор. Ровненько все. И вот раз, и все. За полгода он ушел. Рак у него. Короче, уже все. Ликвидацию делали. Не помогло ничего. Конечно, он до последнего надеялся выжить. В Ульяновской области для ветеранов-ликвитаторов и их семей наполовину снижена коммунальная плата. Действуют и другие льготы. Граждане указанной категории, если признан нуждающийся, обращаются в органы, после признания муниципального образования, обращаются в органы социальной защиты и получают жилищную выплату для приобретения жилья. Тех, кто видел восход библейской звезды Полынь, кого опалил ее свет меньше из года в год. Но память о них, эхо Чернобыля, продолжает жить среди нас. Вячеслав Новожилов, Сергей Ребухин, репортер 73.